В лаборатории Российско-Американского противоракового центра начали разрабатывать инновационную методику под названием иммуносигнатура. С помощью специальных уникальных биочипов, которые выступают своеобразной лакмусовой бумажкой, ученые тестируют кровь человека. Если в ней есть какие-то отклонения от нормы, начинают вырабатываться антитела. Малейшие изменения сразу видны специалисту, который по характерному рисунку на биочипе определит, есть опухоль или ее нет. Сейчас в лаборатории работают с образцами, взятыми у больных раком легких и раком молочной железы, проверяют методику и накапливают данные исследований. Ну а чтобы внедрить технологию на практике, говорят специалисты, потребуются годы. К слову, биочип – разработка американских ученых, и стоит он порядка 300 долларов. Экспертам также предстоит изобрести более доступный аналог. Методика сама по себе достаточно легко осуществима, даже на уровне обычных поликлиник. Для этого не требуется специальная лаборатория, что позволяет применять ее достаточно широко в клинической сети. Мы надеемся, что наша методика будет реализована в системе здравоохранения, как метод, позволяющий диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и как вариант скрининга. Стало известно имя исполняющего обязанности руководителя службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, которую прежде возглавлял Игорь Салдан. С 1 октября на должность в Рио назначена Наталья Азарова, которая прежде 9 лет была заместителем руководителя Роспотребнадзора, сообщает официальный сайт управления по краю. Примечательно, что информационные сайты выдали эту информацию без фотографии. Управление Роспотребнадзора заявили, что не считают нужным ее предоставлять. Возможно, потому что назначение Азарова решение еще не окончательное. Эту фотографию мы нашли в интернете и надеемся, что не ошиблись. В Барнауле заработал зеленый телефон. Это традиционная для месячника по санитарной очистке акция, в которой может принять участие каждый неравнодушный житель. Нужно всего лишь сообщить по телефонам об экологических правонарушениях, если вы стали их свидетелями. Так, по опыту прошлого года, экологам позвонили более 200 барнаульцев. В основном рассказывали о фактах несанкционированного складирования мусора. Нарушителей порядка могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей. Повреждения зеленых насаждений, опять же, несанкционированное складирование мусора в неустановленном для этого месте, слив жидкобытовых отходов, опять же, в не предназначенных для этого месте. То есть, все то, что нарушает природу. У нас составляются протоколы. В прошлом году по 27-й статье за несанкционированное складирование мусора было составлено более 300 протоколов. Лариса Куренкова, Алексей Фризин, Информационный канал, Город.